Добрый день! Приветствую вас в студии Артез. Сегодня мы начинаем серию уроков для самостоятельного обучения. Буду надеяться, что они вам будут полезны. И сегодня наш урок будет посвящен перспективе и основам композиции, светотени и так далее. Постараюсь быть максимально емкой. Итак, для новичков, кто первый раз берется за карандаш, расскажу о материалах, которые использоваться будут сегодня на ру-уроке. Это чернографитный карандаш. Твердость у него 2H. Я выбрала 2H, потому что у нас довольно светлый рисунок. И мягкие карандаши, наверное, будут не очень актуальны в данном случае. Также у меня присутствует удлинитель для карандаша. Впоследствии вы увидите, для чего он нужен и как используется. И стерка. В данном случае кохинор. Вот такой вот со слоником. И она разрезана по диагонали. Удобнее просто ей так пользоваться. В общем, все художники так делают. Видимо, это выработано годами. Поэтому будем пользоваться удобством и тем, что нам наши предшественники дают. Итак, основами рисунка управляют такие законы, как перспектива. Что же такое перспектива? Перспектива – это способ реалистичного изображения окружающего мира на плоскости. На плоскости листа, холста, неважно, даже может быть асфальта. Сложность заключается в том, что видим и наш зрительный аппарат устроен таким образом, что видим и объемные изображения, да, и живем в трехмерном мире. Когда мы хотим что-то изобразить, нам приходится оперировать только плоскостью. То есть, соответственно, мы должны знать какие-то законы, по которым мы сможем создать иллюзию объемного изображения. Итак, перспектива бывает воздушной и линейной. Что такое воздушная перспектива? Воздушная перспектива помогает нам еще по-другому, можно сказать, объемно-пространственная. А линейная отвечает за конструктив. Воздушная перспектива помогает нам объемные предметы, которые мы видим, изображать в плоскости с помощью тона. Первооткрывателем воздушной перспективы у нас, вернее, не первооткрыватель, а художник, наверное, который наиболее объемно объяснил и использовал в своей живописи воздушную перспективу. Это Леонардо да Винчи. У него есть целый трактат, который воздушную перспективу он называет «сфумато», с итальянского «дымка» переводится. Что же это за дымка такая? То есть, художники используют вещи, которые мы можем наблюдать в реальном мире, такие, например, как туман, которые очень хорошо показывают глубину пространства. Мы ее очень хорошо чувствуем, когда мы идем в тумане по аллее, мы четко видим, как исчезают деревья, например, уходя в туман. Художники приняли это свойство атмосферы и начали его использовать себе во благо. Каким образом? Первое. Все предметы темные, которые удаляются от нас, становятся светлее. То есть, темные светлеют. То есть, вот такой черный цвет человеческий глаз способен воспринимать только вблизи. Если этот карандаш отнести на некоторое удаление, на некоторое расстояние, вы уже не будете видеть очень черный. Он будет слегка серый. Также это зависит от атмосферы. Бывают разные состояния атмосферы, которые накладывают свой отпечаток. Конечно, эти все явления мы чаще видим и воспринимаем на каких-то действительно открытых просторах. Но ими мы будем пользоваться и в студийном рисунке, и в портрете дальше, и так далее. Итак, темное светлеет на удалении, светлое темнеет. Вот это все художники называют сближение по тону. Далее. Следующий принцип воздушной перспективы – это так называемая фокусность. То есть, те предметы, которые мы изображаем на ближнем плане, мы рисуем границы и мрещи. Те предметы, которые уходят на дальний план, мы стараемся изображать мягче. То есть, на расстоянии границы предметов размываются. Будем немножко так записывать. Предметов размываются. И последнее. Чем дальше объект, который мы изображаем, тем меньше каких-то мелочей мы можем увидеть. То есть, на расстоянии исчезает деталировка. Или детализация. Так говорят еще иногда. Детализация. Вот, в общем-то, и все, что касается воздушной перспективы в отношении рисунка. Перейдем к линейной перспективе. Помним, это конструктив. Линейная перспектива у нас бывает, вообще ее бывает много видов. Мы сегодня рассмотрим фронтальную и угловая. Еще говорят одноточечная и двухточечная. Наверное, следует сейчас вам немножечко пояснить. Ни один художник никогда, ну, скажем так, конечно, если он не рисует поле, да, небо, поле, не изображает линию горизонта. Это у нас линия горизонта. Она же является линией глаз. Не знаю, обращали вы внимание или нет, но линия горизонта для каждого своя. То есть, эта линия динамична. Если мы стоим, например, в поле, где мы можем видеть линию горизонта, потому что зачастую в городе мы не видим линию горизонта, да, она всегда закрыта домами, то в открытых пространствах мы ее можем ярко созерцать, особенно это хорошо видно на море. Если мы присядем, то линия горизонта присядет вместе с нами. То есть, из этого можно сделать вывод, что вообще перспектива – это своеобразный способ человека воспринимать действительность. То есть, вот так мы его назвали – перспектива. То есть, это наш способ зрения и способ взаимодействия визуального такого с окружающим миром и какими-то объектами окружающего мира. Итак, что такое фронтальная перспектива? Опять же, фронтальная перспектива – это наше взаимодействие с предметом. Когда предмет на примере кубика находится к нам лицом полностью, то есть, мы видим переднюю плоскость полную. Это выглядит вот так. Очень неудобно рисовать на вытянутой руке, поэтому такое качество. Обратите внимание на положение руки при рисунке правильное. Вот так мы держим карандаш, прикасаясь рукой к листу. Итак, вот наша фронтальная перспектива. То есть, ни слева, ни справа мы не видим никаких сторон у кубика. Он к нам стоит прямо. Напоминаю, что то, что я сейчас вам изображаю – это теория. На практике все чуть-чуть. То есть, каждый художник это всегда держит в голове. Он об этом помнит про линию горизонта и про перспективу. Но выстраивается рисунок несколько по другим принципам. Угловая перспектива в данном случае, вот похожая на наш кубик уже, выглядит таким образом и строится. То есть, мы начинаем построение с передней грани, которая ближе всего к нам находится. Выделим, как в воздушной перспективе, передний план, чтобы ощущалось темнее. Сделаем, человеческий глаз будет воспринимать это к себе ближе. Вот такой кубик. Я сейчас сделаю небольшие пометочки. Вы позже поймете, для чего я это изображаю. Не оставлю для вас никаких вопросов, надеюсь. Если какие-то будут, задавайте через комментарии к видео. Я обязательно на них отвечу, помогу. Это наша падающая тень. Немножко схематично ее изобразим, чтобы было понятно. Итак, теперь пойдем к самому главному. Я, наверное, выберу вот это место. Мы уже будем с вами рисовать конкретно ту натуру, которая у нас стоит. И вы увидите, как это поэтапно происходит вместе с перспективой, с композицией и с другими элементами. Итак, первая проблема, наверное, которая становится перед человеком, когда он захотел что-то изобразить. Мы всегда берем какой-то формат. И проблема, какой размер выбрать. Законы композиции нам гласят, что наш рисунок должен быть не большим и не маленьким. То есть таким, чтобы он приятно воспринимался человеком в первую очередь. Итак, сделаем небольшой анализ кубика, который стоит перед нами. Левая сторона гораздо больше, чем правая. Ну и также у нас есть еще падающая тень от кубика. То есть мы должны с вами это учитывать. Вот, поэтому мы сместим наш кубик слегка влево. А вот здесь где-то приблизительно будет находиться наша тень. Зададим такие границы. Хочу, чтобы здесь, здесь, вот так будет мой кубик выглядеть. И вот сюда пойдет падающая тень в дальнейшем. Даже, наверное, больше немножко. Вот так. Помните, что я говорила, что мы начинаем с передней грани, которая ближе всего к нам находится. Я предлагаю вам на глаз приблизительно определить относительно ширины вот этой, где находится грань. Если у нас там получится потом немножко левее-правее, это уже не важно, на пару миллиметров. Вообще, баловаться с измерениями, как бы, лучше развивать свой глазомер. Нужно уметь, нужно знать, как померить масштабность, как померить углы и так далее, сетку вывести. Но в первую очередь, конечно, нужно развивать наш глазомер, потому что есть моменты, в которых уже измерения практически бессильные. Да и поприятнее, конечно, рисовать, когда ты просто это делаешь на глаз. Но это, конечно, не исключает знания, правила, умения и так далее. Дальше. Очень важный момент в композиции, вообще очень важный момент в рисунке, который я всегда говорю своим ученикам. Это ваш рисунок, ваш объект или группа объектов. Все равно, что вы рисуете. Для вас никогда не должно быть сюрпризом размер самого объекта в формате. Потому что зачастую происходит так, что человек начинает в формате рисовать с какого-то угла, потом он понимает, что крышка у него уже не помещается. То есть рисунок не имеет никакого качества, приходится это стирать. 20 минут работы, в общем-то, пошли впустую. Человек просто устает и разуверяется, думает, что мне рисовать не дано. Просто потому, что неправильно начать рисунок. Так, прошу обратить ваше внимание, что все-таки поэтапность рисунка нужно соблюдать. И вам будет приятнее, и результат будет однозначно радовать ваш глаз. Итак, двигаемся дальше. Не забывайте обращать внимание на положение карандаша в руке. Просматривайте это. При всех положениях я еще буду останавливаться. Итак, дальше. Оговорюсь. Никакой размер вот оттуда нельзя перенести прямо вот так сюда. То есть никто так не делает, иначе у нас будут только вот такие маленькие человечки постоянно. Чем художник может себе помочь? И что такое метод визирования? Для метода визирования художник использует карандаш, не знаю, ну, либо очеренок кисти. В данном случае в живописи это используется. И метод визирования состоит из таких двух очень важных моментов. Первое, чем мы можем себе помочь, это вот таким образом померить направление, под которым грань уходит в перспективу, и перенести это на свой рисунок. Как правильно метод визирования выполняется? Чтобы вы понимали. Вытягиваем руку вперед перед собой, мы прямо сидим перед рисунком, и карандаш 90 градусов к руке, перпендикулярно. То есть покажу сейчас, он перпендикулярен, что часто бывает, и очень хочется положить карандаш в перспективу. Это неправильно в корне, потому что если мы начнем переносить эту историю, ничего не перенесем, вот ничем себе не поможем. Соответственно, стараемся удерживать карандаш перпендикулярно. Итак, прищуривая левый глаз, чтобы вам было удобнее, прищуриваем левый глаз. И вот так, как у меня сейчас на видео, пытаемся, то есть ставим карандашик к углу, и начинаем вращать до полного совпадения с краем. Взяли на полностью, только исключительно на полностью вытянутой руке, и переносим к нижнему углу. Запоминаем направление, и быстренько отрисовываем его, как чуть-чуть, как нибудь. Далее двигаемся, поначалу надо будет себя проверять, тяжеловато иногда. Да, то через камеру смотреть. Итак, вы еще раз, еще раз перенесли, себя проверили, чтобы все было в нужном направлении. Не обязательно подносить прямо к листу, это можно сделать на расстоянии. Не знаю, видно ли на видео, что я делаю это на расстоянии, как там, так и тут. Далее, снимаем вот таким образом, снимаем направление с верхнего угла. Я у себя сниму, потому что немножко не так, как в видео. Верхняя точка, я забыла остановиться на этом, так как вот это, я хочу, чтобы у меня был верх кубика, я поставлю точку, вот этот угол, приблизительно здесь, чтобы у меня осталось место еще на верхнюю крышку. Вот так, она не очень большая, где-то вот столько мне, я думаю, хватит однозначно. Итак, переношу, так, вот на видео показываю, вот так я делаю со своими глазами. Совмещаю край карандаша и верхнюю грань. Сейчас я немножко, чтобы повзаимодействовали мои глаза, переносим. Вообще, этот способ рисунка, именно построение кубика, дело в том, что не только кубик таким образом строится, это принцип, принцип, смотрите, мы вот так снимали, теперь снимаем вот так ручку, переворачиваем. Опять же, перпендикулярно, когда подносим параллельно листу, перпендикулярно моей руке. Оп, вот так, да. Раз, перенесли на рисунок. Раз. И нижнюю часть не забывайте пару раз хотя бы проверить, если вы являетесь новичками. Я уже стараюсь как бы доверять своему глазу. Чуть-чуть, возможно, выше. Обратите внимание, что сила перспективного сокращения, она усиливается. Чем уже грань, которую мы видим, тем сильнее сходятся друг к другу вот эти линии в перспективе, горизонтальные, да, параллельные друг к другу. Итак, продолжаем нашу лекцию. Мы нашли наше направление. Теперь вопрос, который всегда всех волнует. Где же и как найти вот эту сторону, как ее нарисовать? Все очень-очень просто. Мы ставим карандаш вот от этой точки, вот к этой, на, соответственно, на нашем кубике. Как это выполняется, я вам покажу. Вот на край карандаша должны попасть две точки. Вот таким образом. И мы их ровненько переносим на свой рисунок. Для чего? Обратите внимание, возле моего пальца край карандаша пересекает нижнюю грань. Вот здесь приблизительно. Это было. Еще раз перенесу. Покажу. Видео чуть-чуть искажает видео, саму конфигурацию кубика. Вот, чуть-чуть ближе. Вот так будет. И из этой точки поднимаем вертикаль. То же самое делаем со второй стороной. Вот так показываю. Если вы поймете этот принцип, в принципе, проблем с построением быть не должно и в последующем. Все эти принципы, обратите внимание, вот на край карандаша попадает угол один и угол другой. Вот так мы переносим. Вот здесь где-то было пересечение. И мы его поднимаем. Далее, как обычно, приставляя край карандаша то сюда, то потом вот сюда будем приставлять. Мы будем переносить дальние грани наши. Раз. То есть у нас появились две точки. И мы их переносим. И вторую. Переставили. Перенесли. Запомнили. Нарисовали. И так вот у нас получился такой кубик. Теперь мы еще должны построить падающую тень от него. Как мы это будем делать? Сейчас мы немножечко почистим рисунок, но не глобально. Не старайтесь выводить в одну линию, потому что, в принципе, довольно-таки правильно все это потом делать в тоне. Главное, сильно не давить, чтобы не оставались такие линии, которые потом стереть будет невозможно, в общем-то. И так. Подтянули немножечко. Остальное будем дорабатывать тоном. Вот таким образом. Сейчас немножко поправлю. Вот так, наверное, будет лучше. Теперь построение тени. Значит, вот эту переднюю нашу часть, да, тени мы, как обычно, прикладываем к краюшек карандаша. Вот таким образом. Оп. И переносим этот наклон. Куда? На наш рисунок. Запомнили. Перенесли. Еще раз себя проверили, приставили. Перенесли. Попадает. Отлично. Далее. Вот эта точка кубика отбрасывает в тени вот этот угол. Итак, мы берем карандаш и соединяем краешком карандаша две эти точки, дабы узнать вот это именно место поворота нашей тени. Вот таким образом мы это делаем. Соединили. Перенесли на наш рисуночек. Заметили, где эта точка. Поставили ее. Далее. Приставляем вот к этой линии. Переносим. Запоминаем. Рисуем. Дальше. Как обычно. Точка. На линии. Угол. Отбивка. Поехали. Раз. То есть, как вы поняли, таким образом не только тень в кубике, а вплоть до сложных вещей, таких как портрет и так далее, можно нарисовать. Вот таким образом у нас получилась падающая тень. Еще у нас не хватает, когда человек видит изображение и падающую тень, это ему говорит, сигнализирует о том, что некий предмет стоит на плоскости. Потому что вот такой кубик, например, такой предмет, он просто для него левитирует в воздухе. Когда человеческий глаз видит падающую тень, это сразу же ему сигнал о том, что кубик стоит на плоскости, он не в воздухе. Но есть немаловажный момент. Сейчас пока мой кубик, он по восприятию находится в таком поле, да, без границ каких-то. Обратите внимание, в натуре у нас есть линия, которая разграничивает нашу плоскость, горизонтальную и вертикальную сзади, вот эта, да. Ее обязательно нужно изображать. Таким образом мы поможем показать себе глубину какую-то. Мы смотрим, куда она приходит. Я сижу абсолютно напротив кубика, поэтому она у меня строго идет вот таким образом через него. Но иногда, если мы не совсем прямо перед натурой находимся, она может быть и в перспективе как в эту сторону идти, так и в эту. Будьте внимательны, не всегда она так горизонтально находится. Вот сразу у нас такое ощущение, где он стоит, появляется, да. Теперь мы будем приступать к штриху, к правильному выполнению штриха и вообще к передаче объема и тона. Теперь мне понадобится удлинитель, потому что, удлинитель для карандаша, потому что чем короче ваш карандаш, тем хуже ваше качество штриха. То же самое касается заточки карандаша. Обратите внимание, карандаш заточен ножом. Не точилкой. Многие спрашивают, почему нельзя точилкой. Потому что при штриховке вот этот маленький такой грифель, который у нас остается, когда мы точим в точилке, он совершенно неприемлем в рисунке, потому что после уже нескольких штрихов он стирается и будет давать очень толстую линию, что нам в принципе не подходит. Нам нужно, чтобы карандашик удерживал толщину. Вот таким образом. Еще о способе наложения штриха, чтобы вы поняли, как это выполняется. Потому что, возможно, на видео это не видно. Я покажу вам. Вообще выполняются вот такие овальчики. Если вы вспомните, как вы взбиваете утром омлет, то это приблизительно таким образом вот и происходит. Такое взбивание омлета на бумаге. Единственное, что его нужно очень правильно выполнять на вытянутой руке. И я вот здесь, наверное, покажу. Обратите внимание на мое запястье. Оно при штриховке не двигается. То есть рука прямая, заблокирована. Не вот так наматываем овальчики, а полностью рукой от локтя. Дальше. Теперь про объем и светотень. Вот эта верхняя крышка. Художники называют это свет. Это у нас, вот здесь, наверное, покажу. Это полутень. Она же полутон или скользящий свет. Вот здесь, на этой крышке у нас находится. Это тень собственная. В ней располагается рефлекс. Я думаю, что на видео это достаточно неплохо заметно. То, что верхняя часть более темная в собственной тени. А рефлекс более светлый. Что же такое рефлекс? Вы видите лампу. От нее падает свет вот на плоскость, на которой стоит кубик. Этот свет, попадая на белую плоскость, отражается и ударяется о предмет. Из этого можно сделать вывод, что если бы он стоял на черной плоскости, которая очень мало света отражает, рефлекса бы не было. Соответственно, рефлекс это отраженный свет. И падающая тень. В ней тоже, кстати, есть рефлекс. Если вы заметите, она такая неоднородная. Это все из-за того, что вот там за кубиком тоже бьется свет, пока не угаснет. Вот он таким образом влияет на падающую тень. Штриховка еще. Как выполняется штриховка? Штриховку выполняют обычно с одинаковым наживом. В данном случае я вам показываю так называемый эскизный штрих, который используется в начале. Стараемся удерживать толщину, силу удара. Ну и, соответственно, обратите внимание, чтобы у вас не было там крючков каких-то, вот таких ударов и так далее. То есть штрих у нас как остро начинается, так же остро и заканчивается. Это нам позволяет до бесконечности долго его продлевать, чтобы не делать такие огромные штрихи. В данном случае у меня небольшой экспонат для штриховки, поэтому мне сильно это не понадобится. Но напоминаю, что удлинитель помогает повысить качество вообще штриха. Еще важный момент. Часто новичков, скажем так, они очень обращают внимание на сам объект, они его штрихуют, предмет, и совсем упускают, что вокруг предмета находится. Итак, вообще предмет формирует пространство, то есть его объем формируется пространством, которое вокруг него находится. То есть вот давайте проанализируем, рассмотрим. Обратите внимание, как вот дальняя стенка, как она работает, как она уплотняется вот в этом месте, как работает темнее здесь, светлее к темной грани. Кстати, в последующем мы постоянно будем с этим сталкиваться. Ближе к свету грань всегда темнее, дальше от света она светлее. Также это связано с тем, что грань приближается к теневой стороне, то есть к светлому темнее, к темному светлее. Этот принцип будет постоянно нас преследовать, так что запоминайте. Итак, для того, чтобы... Я, как правило, начинаю с дальнего плана, чтобы задать себе хоть немного тона, чтобы я понимала, что оставлять. А что штриховать? Немножко наберем тон. Вот таким образом. Эскизным штрихом. Не боимся заходить за границы предмета. Это все легко вытирается. Следующие. Для того, чтобы сделать немного темнее над крышкой, я буквально на несколько градусов поверну свой карандашик и, двигаясь там, где надо светлее, реже, буду уплотнять штрих. Не сильнее нажимать, а уплотнять просто штрих ближе к крышке. Разрядку даем тона. Еще один немаловажный момент. Для того, чтобы получился кубик очень реалистичным, вы обратили внимание, что в жизни у нас никаких линий, я имею в виду вот этих, нету. У нас есть просто столкновение одной плоскости и другой плоскости. Соответственно, чтобы наш рисунок выглядел реалистичным, мы будем стараться избавиться от этих линий в процессе рисунка. Именно поэтому мы можем на них заходить, на него, мы потом все это с терочкой с вами подотрем. Вот таким образом. Старайтесь не испортить свой рисунок при протирании, то есть не потерять построение, это довольно часто происходит. Теперь приступим к теневой стороне, потому что мне будет удобнее ее штриховать. Мне нужно пока вот на этой стороне вытирать все, что будет заходить за границу, поэтому я пока полутеневую сторону не беру. Но обратите внимание, что рисунок нужно вести в общем, то есть нельзя зацикливаться на одном месте. Не забываем менять направление в стриховочке, иначе у нас получится легкий дождик такой. Чуть-чуть легче к низу. Помним, да, у нас там рефлекс. Немножко подправим аккуратненько нашу переднюю границу. Проверим. Можно еще темнее. Давайте сравним, что у нас темнее, что светлее. На видео плоховато видно, но падающая тень в данном случае чуть-чуть все-таки темнее, я думаю, чем сам кубик. Да. Так оно и есть. Чуть-чуть темнее. Вот таким образом еще раз подтираем аккуратненько, чтобы не потерять нашу грань. если надо уточнить какие-то мелочи, можно уже взять карандашик, как выделить переднюю грань немножко. смягчить переход к рефлексу. И поправим. обращу ваше внимание вообще на специфику восприятия человека. Помните, да, что самое темное, самое контрастное мы воспринимаем к себе ближе, светлее, когда темное становится, это воспринимается дальше. как вот грань кубика, да, вот это выходит к нам ближе, мы постараемся ее чуть-чуть сильнее сделать, чтобы она прям улазила на нас и смягчить. Если мы здесь проведем одинаковую линию, усилим, то для человека это будет восприниматься вот так. и оттягиваем в сторону кубика тон, чтобы сильно не был заметен контур наш. У меня маленький размер кубика, поэтому мне удобно именно так штриховать, когда он размером с формата 3 в данном случае такого хорошего размера в принципе все это выштриховывается вот таким образом. Дальше. Поработаем сейчас с тенью. Секундочку поправлю. Поработаем с тенью. Вообще направление штриховки в принципе не сильно передает объем в данном случае. Его направление используется для передачи объема, но оно если в процентном соотношении все-таки тон в большей степени передает объем и глубину пространства нежели направление штриха. Ну вот плоскость на которой стоит кубик я крайне не советую штриховать вертикально, потому что как-то все-таки оно не очень красиво выглядит в перспективе и при законченной работе. Обратите внимание, что я потихонечку избавляюсь от каких-то моментов без какой-то такой истерики. Мы определились, что тень у нас темнее. Будем выполнять какая у нас немножко вторичная тень появляется. Как вы видите, мы довольно много используем стерку. Стерка такой же инструмент, как и карандаш. Пожалуйста, тень у нас появилась. Еще немножечко здесь поштрифуем. Поправим, избавимся. Вот у нас тенька в линии. Мы это уберем. Также посоветую избавиться от линии вот этой. Надо просто тоном ее отделить. Ни к чему она нам там. Будет только добавлять впечатление, что вперед уходит. Смягчаем. Помните, границы смягчаются. то, что я сейчас делаю, называется обобщение в тени, чтобы вообще резких каких-то линий в тени быть не должно. Считается, что как свет, так и тень они какую-то резкость съедают. Единственное, что край тени мы добавим немножко контур. Чем ближе к самому кубику, тем будет он сильнее, чтобы у нас появилось впечатление рефлекса. И поработаем сейчас с полутеневой нашей стороной. Она у нас темнее, покажу, темнее, чем наш задник. Поэтому здесь я уже сильно заходить за границей не могу. Придется постараться. Сначала стараемся так называемую подложку положить максимально мягко, максимально однородно. следите мой телефончик. Надеюсь, я успею вам все показать. помните, что темнее сюда, светлее немножко вот в эту сторону. Меняем направление штриховки. разряд готово, реже-реже-реже. шепляет шеффольки. мед подправим немножко верхнюю границу аккуратненько не забывайте не поломаем крышечку вот такой абсолютный скажем так академический минимум что вы должны знать о перспективе о построении кубика немножко отправлю вертикально потому как не могу сильно заходить за границы буду делать это очень ювелирно не забывайте вас формат он должен читаться вы должны все задать вопрос если я уберу линию я все еще буду видеть разницу между ними или нет если вы чувствуется что они просто сольются значит вы где-то еще не добрали или может перебрали кто не то есть не бывает одинакового тона между предметами ну и соответственно чем больше вибрации тона вы увидите тем лучше внизу я могу позволить себе заходить за границу можно добавить немножко такого контраста вот и верху на границе светотени это будет нормально мягенько вот так и так еще один момент когда мы с вами говорили про перспективы помните светлая на удалении темнеет то же самое происходит и с плоскостью с белой соответственно она у нас долго белой так как она лежит в одном положении с верхней крышкой кубика мы можем предположить конечно что она тоже белая тем более на переднем плане нам нужны конечно контрасты немножечко под редактирую вот это место не хватает чуть-чуть здесь тону чуть-чуть темнее а то так немножко слились они да надо наверное все-таки потянуть потом это будет только плюс можно слегка дать такую теньку главное чтобы ни одной линии неоднородным такими ударами эмоциональными и про белое вдалеке и про белое вдалеке немножечко пригасим нашу крышечку чтобы выделялась больше вот эта грань чтобы она была мощнее выходила на передний план главное не передавить чтобы у нас не смешалось вот с этой новой частью не было путаницы они должны быть разными конечно и последние пригасили крышку и пригасим немножечко не обязательно дорабатывать до краев рисунок и чуть-чуть смягчим вот эту линию и заведем белое немножко в перспективу тона в общем вот такой рисунок у нас получился вот такой я покажу рисунок кубика чуть сказать вот так покажу вот это такой учебный вариантик которых должно быть много напомню что самым важным в вашем обучении является то чем больше вы рисуете тем лучше конечно же чаще нужно браться за карандаш желательно каждый день за каким-то чаепитием я буду надеяться что мое видео оказалось вам полезным буду следить в комментариях за вашими просмотрами и пожалуйста если нужны будут уроки дальше мы будем продолжать мы их обязательно запишем и на ваш суд скажем так отправим поэтому комментируйте не стесняйтесь просите дальше уроки если сказать такой перспективе то далее по плану это изображение цилиндра шара и так далее по академической программе различных вот я сейчас покажу что у нас есть в студии вот головы гипсовые также трапировка возможно у нас будет и так далее натюрморт акварель то есть все что вам будет интересно описывайте в своих комментариях к видео и мы будем продолжать а на сегодня я с вами прощаюсь с вами была таисия ну и до новых встреч удачи вам в творчестве удачи вам в рисунке я надеюсь что с этим видео у вас все 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 получится потому что принцип построения довольно простой отрабатывайте его и будем встречаться дальше все всего хорошего вам до свидания